Олег Александрович Я в заключении хочу еще раз сказать, что вот все, что было здесь записано, все те предложения, которые от вас поступили, а сегодня, в принципе, один из основных вопросов, который остро сегодня звучал, это путипровод с 50-летия в ЛКСН. Олег Александрович тоже на этот вопрос ответил и сказал о том, что администрация города поддерживает жителей, о том, что действительно здесь будут проблемы с этим путипроводом. Но это была в любом случае разработка института. Я не буду перечислять те пункты, которые уже вошли в изменение генерального плана. Они опубликованы у нас на официальном сайте. Они опубликованы, несмотря здесь на поступающую критику, не только в газете «Спутник», но и в «Калининградке» тоже опубликованы. Завтра они будут повторны. Завтра, 14 числа, выйдет «Калининградка свежая». Там будет это все продублировано еще раз. И очередные предложения, которые поступили сегодня, которые поступят в субботу на очередных публичных слушаниях, которые стоятся в микрорайоне «Юбилейном», будут также обобщены и к понедельнику будут опубликованы. Я в любом случае хочу, во-первых, извиниться, если я причинил боль какому-то политическому движению. Это первое. Второе. Я хочу сказать вам искренние слова благодарности, что вы не только нашли время сегодня прийти, но и высказали свою позицию. Иногда, может быть, она и эмоционально была, и понятно, и понятно, что она эмоционально была немного жесткой, потому что сегодня говорить, конечно, и осуждать даже те решения, которые были приняты, Ну, у нас сегодня как бы не цель нашего мероприятия. Хотя я их тоже осуждаю. И начиная, приводя в пример, допустим, вот Буркова, девушка вот выступала и представители. Я еще первый раз с Дмитрием Герасичем, когда мы были на первой встрече с Бурковым, когда мы еще тут вроде помощников были, еще не работали в августе месяце, мы тогда еще сказали, что да, такие решения принимать было нельзя. Но Олег Александрович вам подробно об этом сказал. Все решения были приняты по Бурково в 2013 году по театральному парку. В 2013 году и решение Городостроительного совета Московской области на основании тех документов территориального планирования, которые были разработаны администрацией города и другими городостроительными компаниями, были утверждены и администрации города, девушка, хоть смеетесь, хоть нет, и администрации города пришло решение Городостроительного совета оформить всю правоустанавливающую документацию для строительства данного микрорайона на частной земле. Я прошу обратить внимание. Причем уже наша администрация по вашей же просьбе обязала застройщиков, не выдавала документы, пока не будут проведены исследования почвы на предмет там кладбища и захоронений. И я знаю, что был контракт оплачен этой компании на 11 миллионов рублей, которые провели исследования эти все специалистами. И это было также представлено жителями. Олег Александрович ответил абсолютно на все вопросы. Я просто взял микрофон для того, чтобы прежде всего сказать вам спасибо. И со стороны администрации, как руководителя администрации, и хочу передать от имени главы города Александра Николаевича еще раз вам о том, что все ваши предложения будут не просто, как здесь некоторые говорили, куда-то включены, а потом не войдут. Мы везде публично все опубликовали. И если кто внимательно прочитает, то мы везде написали предложение об исключении из проекта генерального плана. Ни рассмотрении, ни другие. Здесь конкретно написано «исключение». Поэтому эти вопросы будут исключены однозначно. Я не буду повторяться. У нас единственное, что Олег Александрович упустил сказать о том, что несколько здесь было выступающих о том, что говорили «я случайно узнал про генеральный план, я не знал, я не слышал о нем». Я хочу вам сказать, что работа по генеральному плану, по его рассмотрению проводилась достаточно гласно в течение всего этого года. И в начале своего выступления я вам сказал о том, что только три городостроительных совета городских были посвящены именно разработке тех предложений, которые сделал институт. Три. Все три городостроительных совета городских проводил глава города, и они были открытыми. Доступ туда был свободен. Я вижу даже в зале людей, которые присутствовали на заседании городостроительного совета. Плюс данный вопрос рассматривался на Координационном совете, который у нас работает каждую пятницу в ДК Костина. В 14, да? В 14.30. Каждую пятницу городостроительный общественный совет по вопросам городостроительства, архитектуры, благоустройства, жилища и коммунального хозяйства. И плюс перед началом публичных слушаний ровно за месяц в двух частях города мы разместили генеральный план в крупном объеме, распечатав его на плакатах. И объявили об этом в средствах массовой информации. То есть месяц до начала публичных слушаний, это, кстати, не требовало ни одно законодательство. Но зная проблемы предыдущего генерального плана, зная проблемы с хаотичной застройкой, и не учитывая интересы ни социальной нагрузки, ни жителей, и глава города поручил нам сделать такие вот большие стенды. Они размещены были в течение месяца на первом этаже Центрального дома культуры Калинина, и до сих пор размещены. И в ДК микрорайона юбилейный также на первом этаже размещены эти стенды, а также опубликованы. Плюс к этому, когда достаточно много стало поступать обращений в адрес главы города, в мой адрес, в администрации города было подписано мною распоряжение о том, что за две недели до начала публичных слушаний вы не головой киваете, а внимательно посмотрите прессу и убедитесь, что я не вру. За две недели плюс к этому до публичных слушаний ежедневно, ежедневно, начиная с 16 часов, в отделе приема обращения граждан Октябрьская, дом 4, был организован прием заместителями руководителя администрации и личный мой прием, повторяю, ежедневно, только по вопросам генерального плана. И он шел каждый день, этот прием. То есть не просто можно было прийти в ДК Калинина, по электронной почте, по социальным сетям воспользоваться и другими способами, но еще был и организован личный прием по вопросам генерального плана на Октябрьской 4. Этот прием вел я, этот прием вел первый зам председателя Совета депутатов Олег Александрович, Сергей Викторович, Светлана Ниловна Александровна, начальник управления архитектурой градостроительства Московской области, обращаю внимание, не администрации города. И она вела прием, и также ее сотрудники. И поэтому в ходе этих приемов те люди, которые действительно, а специалисту действительно очень сложно там разобраться в этих схемах, если нужен был детальный разбор этой ситуации, оказывалась вот такая методическая помощь. В заключение еще раз хочу обратить ваше внимание, что мы, здесь мы, наверное, еще на один вопрос не ответили. Вот женщина, я извиняйте, потому что я, конечно, не запомню все фамилии, вот в черной курточке. Значит, когда был задан вопрос, что администрация города, значит, не допустила в Болшево, там, в ДК эту историю, я, в общем-то, уже выступал по телевидению, и глава города выступал. Мы уже комментировали, но с учетом того, что все-таки был такой здесь задан вопрос, я еще раз отвечу. К большому сожалению, когда люди пришли на публичные слушания в ДК Болшево, оказалось достаточно очень много мест занято в зале. Я не хочу сейчас публично никого обвинять, потому что я не имею на это права обвинять. Да, я не буду никого здесь обвинять, хотя там были определенные проблемы, связанные со старымом слушания генерального плана. Поэтому, но ситуация была такая, что в зале, в зале находилось 300 человек, на улице находилось более 350. Зал рассчитан на 200. И поэтому было принято решение о том, чтобы больше в ДК никого не пускать. Прежде всего, в целях соблюдения мер безопасности. Я лично вышел на улицу, то есть никто никого никуда не выгонял. И людям было объявлено, что в связи со сложившейся ситуацией, я обращусь с заявлением председателю совета нашего города, главе города, он с просьбой о назначении дополнительных публичных слушаний. Сегодня, как мы обещали в среду, сегодня городской сайт депутатов, как объявил Дмитрий Герасимович, назначил еще одни дополнительные публичные слушания для тех, кто не смог попасть в ДК Болшева на 16 мая в ДК Костина в 17.30. И, учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с ДК Болшева, вы сами понимаете, что мы обязаны по микрорайонам проводить. Но с учетом вот той ситуации, которая сложилась в ДК Болшева, плюс мы обратились к просьбой к совету депутатов, и они приняли такое решение. Те слушания, кроме, конечно, сегодняшних, которые за 10 дней по закону, чтобы уведомить жителей, возможно перенести, сегодня было принято решение о переносе всех публичных слушаний из ДК Текстильщики, и ДК Болшева, и Театра юного зрителя, все перенесено в ДК Костина и ДК Калинина. Это опубликовано на официальном сайте хоровой студии Паджинкина, и будет опубликовано в наших газетах, вы об этом и уверите. Итого, я хочу напомнить, у нас вместо 12 публичных слушаний пройдет 13. Еще раз хочу обратить внимание, что из 13 публичных слушаний, 10 публичных слушаний проходят в нерабочее время. Опять вопрос, говорите, 5 из них проходят в выходные дни, в том числе и в эту субботу. Я откровенно от чистого сердца еще раз хочу вам сказать спасибо, несмотря на горячие ваши выступления. Это действительно боль каждого из вас, но поверьте, то, что болит у вас и болит у нас. Но мы должны осознавать одно, я в заключении хочу сказать, уважаемые друзья, что мы порой иногда вот своими выступлениями, допустим, там Лосиный остров, как Олег Александрович вам сказал, там действительно очень много живет жителей Королева, брошенных десятилетиями, брошенных десятилетиями. И статуса у этой земли нету. Это и поселок, торп предприятия и другие. Я хочу, чтобы вы для истории, хотя бы для истории записали эти моменты. О чем вам сейчас сказал Олег Александрович? О том, что Самаровка, садовые участки, которые расположены на территории Самаровки, не имеют по сегодняшний день никакого статуса. Вся территория принадлежит частной организации. И желание мы исключим, конечно, но я хочу, чтобы для истории вы это запомнили. Потому что администрация пошла на то, чтобы заблокировать там что-либо. Чтобы заблокировать хотя бы до 35-го года. Потому что придав статус сельхозземель, вы сами знаете сегодня требования и президента, и правительства, использование сельхозземель по назначению. Частный собственник будет иметь еще больше прав, чтобы выгнать завтра бульдозер и сравнять там все с землей. И я это вам сказал, только эти два примера. Только для того, чтобы кроме эмоций мы помнили, что то, о чем мы сегодня говорим, а то, что мы предлагаем, мы на себя берем очень большую ответственность перед будущими поколениями. И так, вы абсолютно правы, я ни с кем не могу спорить. И так, в таком красивом городе, в таком высочайшем городе людей, интеллигенции, космической, ракетной отрасли, в таком славном городе, и так за последние несколько 10 лет, и так очень бед много натворили. Поэтому я не сомневаюсь, что вы придете еще на многие публичные слушания. Давайте тоже порой здравый рассудок включать и думать о том, что наши предложения заносятся в протокол. И мы обязаны иногда даже порой и некоторые абсурдные предложения также включать и вносить на рассмотрение. Поэтому взвешивайте то, что предлагаете, но в самом начале об этом объявили. Ничего, нигде, никакого частного сектора не планируется к застройке. А если вы арифметически немножко посчитали, то за последние 2-3 года в городе идет застройка, я просто напомню то, что сказал Олег Александрович, миллион 800 квадратных метров жилья. Так вот на 20 лет, сегодня в генеральном плане, что многие говорили нет массовой застройки тому, так вот посчитайте, на 20 лет в генеральном плане сегодня спланировано 650 тысяч квадратных жилья. Это по 30 тысяч практически на год. Но это статистические данные. И отвечая женщине, которая говорила, что есть приезжие, есть там другие, есть временные, понимаете, если мы посчитаем еще с дачниками и с их семьями, да, то может у нас и 400 тысяч наберется. Но генеральный план, естественно, разрабатывается на количество граждан, постоянно проживающих в городе. И на демографические данные, которые на сегодняшний день есть, по приросту населения. И поэтому не учитывать прирост населения, детей, детские сады. Олег Александрович ответил, я просто еще раз хочу напомнить. И Мичури на детский сад, за который Александра Ивановна билась. Я тоже за него бился, да. И Циолковского 6 решение о выделении земельных участков, планировке территории и все необходимые в соответствии с Городостроительным кодексом решения были приняты до начала 2014 года. И мы в 2014 году оказались перед фактом, когда были выделены государственные деньги. Поэтому, естественно, на этих местах были построены детские сады. А те проблемы, которые есть, Циолковского 6, если еще остались здесь люди, мы о них знаем. И там обязательно будет сделано детская площадка и благоустройство. Огромное вам спасибо. Всего вам доброго. Будьте здоровы.